Дружище, скорее ставь лайк за 3 секунды, если хочешь военный марафон в Брик Рикс. Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Юрич, и у меня для вас хорошая новость. Ребята, я решил сделать новую рубрику, довольно-таки интересную, которой еще не было на Ютубе, и посмотрим, что из этого всего получится. Данная рубрика будет называться «Исторический военный марафон», ребята, где мы с вами будем смотреть на самые невероятные и, наверное, фантастические мысли инженеров советской и немецкой армии времен Второй мировой войны. Потому что именно в это время инженеры, в действительности, устроивали самую настоящую гонку вооружений, где старались перегнать своего противника именно в каких-то невероятных постройках. Такими постройками в данном случае будут артиллерии и танки, ребята. Ребята, думаю, что те, кто смотрит мой канал, уже знают, что я снимал про КВ-6, про Ратте, про Маус и про других гигантов, но тех машин, которые я нашел, которые я хочу показать вам, еще не было в принципе. Поэтому я думаю, что это будет очень интересно. Поэтому, дружище, если тебе нравится такая идея, прожимай лайк прямо сейчас, подписывайся на канал и настраивай колокольчик, чтобы не пропускать ежедневно выходящее видео по игре Брик Рикс, где ты именно увидишь весь этот марафон. В общем-то, ребята, сегодня у нас будет речь идти еще об одном танке-гиганте. Этот танк был разработан инженерами Германии, но, к сожалению, так и не был реализован по ряду очень небольших причин. Итак, ребята, первый танк это Ратте, вы его уже видели, я не буду о нем ничего говорить. Он здесь стоит для того, чтобы мы просто сделали из него мишень и, собственно, из-за вот этой большой самоходной артиллерии его просто расстреляли. Итак, ребята, что же это за чудо такое? Данное сооружение, можно даже так сказать, называется Ланкраузер П-1500 Монстр. Данная самоходочка была сделана на основе танка Раты и должна была перевозить на себе орудия от сверхмощной тяжелой артиллерии Дора. Думаю, что кто в теме, тот в теме. Если же нет, то следующая серия будет посвящена именно этой артиллерии. Данная вообще самоходка, если быть точнее, то, как его называли немцы, это должен быть был военный крейсер на, получается, колесах, то есть сухопутный, должен был справляться довольно-таки с реальными задачами, то есть уничтожать укрепление противников на расстоянии от 30 до 50 километров. И, в принципе, данное орудие, калибра, ребята, 800 миллиметров, вы только вздумайтесь, 800 миллиметров орудия, где один снаряд только весит 7 тонн, должно было, конечно же, просто стирать с лица земли абсолютно все. Но по ряду причин данную конструкцию не смогли сделать, потому что только одно орудие весило уже, ребята, в районе 500 тонн, то есть вот одно дуло и получается вот этот весь затвор. Я считаю, что это очень много и сам танк, наверное, в совокупности весил бы, не знаю, ну не знаю, я реально не знаю цифры, это, наверное, были бы нереальные цифры, может, там около 5-10 тысяч тонн, если не больше, потому что конструкция действительно очень жесткая. И, к сожалению, до наших времен не дошло практически никаких видов, то есть чертежей данного танка, то, что вот, в принципе, разработчики мододелы, да, то есть кто делает вот эти постройки нашли, вот они реализовали именно с помощью каких-то чертежей, которые были доступны в интернете. К сожалению, действительно, очень мало информации, но, тем не менее, постройка получилась очень крутая и интересная. Она вся работает, то есть у нее есть основное оружие снизу, есть калибр артиллерии, который управляется и тоже стреляет, и также можно походить в этом танке внутри и посмотреть, из чего он все-таки сделан, чем мы сейчас с вами, ребята, и займемся. Данная самоходка была очень тяжелая и, соответственно, перемещаться она могла со скоростью только 10-15 км в час. Это очень маленькая скорость, и из-за этого с данной конструкцией приходилось, конечно же, попотеть. К сожалению, она не была реализована, как я уже сказал, потому что с такой махиной негде было бы просто воевать, она бы не успевала никуда переезжать, и единственное применение, которое можно было бы ей сделать, это просто стоять в тылу и поддерживать, в принципе, армию с тыла. Вот так вот сделан вход, довольно-таки интересно, и это, ребята, наш двигатель. Это просто двигатель, вы только посмотрите на него, я вам покажу получше. Вот так вот все это дело выглядит снизу. Здоровенный, мощный двигатель. На самом деле, в реальной жизни сюда хотели поставить 4 двигателя мощностью каждой по 6500 лошадиных сил, то есть такие движки были использованы на субмаринах. Я даже не знаю, на самом деле, смог бы такой танк поехать просто со своей массой, но тем не менее, если инженеры рассчитали, то, скорее всего, да, скорее всего, должен. Так, здесь у нас открываются вот такие вот каюты. Слушай, это очень интересно, мы давайте зайдем, посмотрим, что там есть внутри. Хочу сказать, что разработчик вообще молодец и сделал все очень круто. Данная построечка довольно-таки мощная, и, к сожалению, с ней играть в мультиплеере будет нереально, потому что она либо не заспаунится, либо просто не будет видна оппоненту. Это, короче, я так понимаю, один из снарядов, либо же гильза. Скорее всего, да, это, скорее всего, гильза, то есть пуля снаряда улетает, гильза остается, что-то типа того. Простите меня за мой французский, называется это как-то по-другому, скорее всего, но я не, в принципе, слишком сильно в этом шаре, поэтому не удивляйтесь. Сверху, получается, на палубе, если можно так ее назвать, находится основное орудие, то есть сама наша пушка, сама наша артиллерия. Здесь же у нас вот стоят снаряды наши, заряжающие есть, ребята. Это что? А, тут даже есть какие-то пушки, которые помогали отстреливаться, получается, от танков противника, которые к ней подъезжали бы с двух сторон. Очень круто сделано, только посмотри, сколько здесь, на самом деле, вооружения. Здесь у нас стоит заряжающий непосредственно. Это у нас что? Это у нас загрузка снарядов, закрытие, получается, орудие и, собственно, сам выстрел. Давайте посмотрим, как это работает, вообще стреляет он или нет. Я думаю, даже можно замедлялочку включить, чтобы увидеть снаряд. А что же там за снаряд такой? Так, погнали. Я нажимаю. Вот так вот выглядит снаряд, ребята. Просто вот такой вот плюсик, летящий куда-то вперед. Я думаю, что имеющий довольно-таки сильную мощность. Бум! Отлично! Отлично! Просто сейчас постреляем по танкам, посмотрим, насколько это орудие в действительности мощное. Так, что здесь еще интересного можно посмотреть? Данные вот такие краны должны были, в принципе, служить подъемником для снарядов, чтобы ложить их вот сюда, вот в вагонетку и, в принципе, без проблем загонять в орудие. Очень даже интересно, слушай, дружище. Пиши в комментариях, что думаешь. Я думаю, что танк очень крутой на самом деле. Так, к сожалению, я умер, поэтому я возвращаюсь. А, я понял, что это. Я сначала, ребята, думал, что это броня. Это не броня. Так как у нас танк на основе орудия Дора, то есть от Дора у нас была артиллерия, но железнодорожная, а здесь у нас сухопутный крейсер. И вот эти ставни должны были, в принципе, делать всю грязную работу. То есть они должны были упираться непосредственно в землю и давать опору орудию, чтобы после выстрела танк просто не переворачивался. На самом деле, очень интересно реализовано, но вход в танк я так и не нашел основной. Впереди стоят зенитки. Ты посмотри. Просто стоит зенитка, которая, в принципе, должна, наверное, работать, но нужно найти правильное сидение. Нет правильного сидения, либо не реализовано, но тем не менее, тем не менее, она работает. Очень круто. Очень круто. Разработчик молодец. Просто ему отдельный лайкос и респектос за это. Так, я ищу вход. Я ищу вход, который я не нашел, и я понял, где он есть. Я думаю, что данные видео такого формата должны быть интересны. Тем более, такие постройки, обзоры можно делать почаще, потому что их в действительности очень много. Так, вот проход, про который я и говорил. Мы идем дальше. Давайте отключим все эти ненужные картинки. Здесь у нас... Здесь у нас кинотеатр! Серьезно? В танке кинотеатр? Зачем? Вот это обалдеть! Вы только посмотрите, какие здесь проходы, отсеки и так далее, и так далее. Здесь можно еще было пройти. Я понял. Так, закроем дверь, в кинотеатр не пойдем, пошли дальше. Слушай, ну это в действительности очень интересно, это очень круто. Так, я что-то не то открыл. Так, это внутрь. Это минус второй этаж. Хорошо, главное не умереть, пока здесь ходишь. Это, я так понимаю, каюты. Бар! Господи, я не туда зашел, ребята, извиняюсь, сейчас вернусь. Итак, ребята, я здесь. Открываем, смотрим на бар. Да, здесь реально бар, вы только посмотрите. То есть, в этом танке должно было находиться, ребята, 100 человек экипажа. Так, вы только вдумайтесь в это невероятное количество. Это очень много людей. Это, я так понимаю, двигатель, да, двигатель БМВ. То есть, получается, у нас стоит двигатель выше и двигатель ниже. Я правильно понял? Что ж, ребята, здесь очень много интересного. Я думаю, что такие постройщики нужно просто обозревать самому, бегать, смотреть и просто любоваться. Так, здесь лестница какая-то, и она меня не пропускает. Здесь медикаменты, то есть, куча аптечек. Чего только нет. К сожалению, мой персонаж умирает, потому что это Брекрикс. Это Брекрикс, и удивляться здесь, в принципе, нечему. Что ж, ребята, еще одна комната внутри, где, в принципе, у нас есть некий штаб. Золото лежит, и, в принципе, такая печатающая машинка, видимо, для того, чтобы шифровать засекреченные какие-то послания в штаб. Что ж, очень интересно. Объекты миссии, то есть, показано, что наши ребята должны были делать. Слушай, ну, очень круто, очень-очень мощно, очень красиво, и мне безумно нравится. Я не знаю, нравится тебе или нет такое, но я считаю, что это одна из лучших построек за последнее время, которые я действительно видел. Хотя она построена уже довольно-таки давно. В общем-то, это как-то все. Давайте посмотрим, где сидит у нас мехвод. Мехвод сидит просто внизу в отделении. Вот так вот выглядит, кстати, двигатель данного танка. В принципе, ничего нового, ничего удивительного, и сейчас я предлагаю вам из него пострелять. Так что устраивайтесь поудобнее, и мы начинаем. Ну что ж, ребята, я вам предлагаю испробовать данное орудие в рамках игры Брекрикс. Посмотрим, на что оно способно, и давайте для начала уничтожим КВ-6. Потому что, ребята, именно этот танк должен был остановить бы данного монстра. Потому что стрелять сейчас, в данный момент, пора. Это как-то немножко неправильно. Немцы стреляют по немцу. Но это бунт, на самом деле. Так, мне больше всего интересно, как им управлять, этим орудием. Потому что я вижу, что кнопка выстрела именно находится вот здесь. Но артиллерия смотрит непонятно куда. Да, давайте попробуем пострелять. Просто нужно найти. Нужно найти эту точку, но я не могу ее найти. Это очень странно, на самом деле. Это основное оружие, которое находится спереди, ребята. То есть вот оно вот так стреляет и, в принципе, попадает. Но нам-то нужно не это. Нам нужна основная масса. Это основной дрын наш максимально, чтобы из него попасть в цель. Данная конструкция перемещается, в принципе, довольно-таки неплохо. И это уже хорошо. Так, вот, пожалуйста, установка непосредственно самих опор. То есть все работает, все работает нормально, все работает хорошо. Но не понимаю, как настраивается и опускается пушка. Я не вижу этого, ребят. Что ж, ребятки, я, к сожалению, не нашел, получается, механизма, который отвечает именно за подъем артиллерийского орудия 800 миллиметров вверх и вниз. Поэтому мы будем, скорее всего, с этой точки прямо стрелять в КВ-6, который я приподнял наверх. Давай попробуем и посмотрим, что из этого получится. 3, 2, 1, огонь, замедлялочка. И вот летит наш снаряд. Давай немножко ускорим, чтобы он летел побыстрее. Так, хорошо, летит, летит, летит. И чуть-чуть пониже, да, попадет? Он попал чуть-чуть пониже. Он попал куда-то в колесо именно. Поэтому я думаю, что нужно танчик немножко подвинуть. Чтобы залетел, так говорится, наверняка. Иначе мы просто в него не попадем. На самом деле, вот в чем минус еще данное орудие. То есть оно очень большое, оно не маневренное. И с ним было бы справиться 100 людям действительно очень сложно. Но, тем не менее, это было, в принципе, на чертежах. Значит, это могли построить. Я думаю, что немцы построили бы, если бы технология им позволяла это сделать более-менее нормально. Но, как вы прекрасно понимаете, в то время только-только начиналось все вот это вот невероятное строительство действительно очень серьезных машин. Давай просто по таймингу постреляем. Кстати, тайминг здесь очень быстро. На самом деле, мне кажется, перезарядка данной артиллерии составляла бы просто до часу. Таская, там, не знаю, 7-тонный снаряд. В общем, как я понял, артиллерия, конечно же, стреляет не так мощно. Но, тем не менее, она очень прикольная. Она очень интересная. И свою задачу она делает. Автору большой респект и уважуха. А к вам, ребята, вопрос. Понравилась ли вам данная рубрика? Потому что есть еще такие САУ здоровенные, как Дора. Есть еще САУ Густав, который еще в два раза больше Доры. Есть Катюша и многие-многие другие постройщики, которые в действительности можно рассмотреть. И думаю, что многим они должны понравиться. Поэтому, дружище, как я уже говорил ранее, обязательно ставь лайк. Давайте наберем 4000 лайков под этим видео. И я обязательно сниму вторую серию. Также подписывайся на канал и настраивай колокольчик, чтобы не пропускать эти самые новые серии, которые выходят, в принципе, практически каждый день по Брик Рикс. Так что, дружище, на этой ноте я с тобой прощаюсь. Спасибо тебе, что смотрел. И до скорых встреч. Пока-пока, дружище.